Фильмы Кристофера Нолана требуют неоднократного просмотра, чтобы зритель полностью осознал все уровни и детали сюжета. Фильм Начало не стал исключением. Вышел он в 2010 году, а сюжет рассказывает о том, как внутри сна можно имплантировать идею другому человеку. Концепция настолько сложна и амбициозна, что обсуждения фильма стали поводом для всемирных разногласий. Но не волнуйтесь, мы расскажем вам всё основное. Давайте погрузимся на несколько уровней в Начало. По своей сути, в основе Начала лежат две вещи – скорбь и вина. Персонаж Леонардо Ди Кабрио Кобб делает всё возможное, чтобы вернуться к детям после того, как его жена, мол, покончила с собой. Хотя Кобб считает, что это он её убил. Их эксперимент затянулся, и они оставались в Лимбе слишком долго, поэтому Кобб хотел вывести их оттуда и поместил страшную идею в голову жены. Она больше не могла отличить сон от реальности. Для того, чтобы проснуться, надо было покончить с собой, и она считала, что всё вокруг – просто ещё один уровень реальности. Она верила в то, что, выпрыгнув из окна отеля, она наконец проснётся. Кобб чувствовал колоссальную вину за это и далеко запер в своём подсознании мысли о ней. Но когда его протеже Адриана выпускает во сне проекцию Молл, она становится основным препятствием для выполнения миссии по внедрению идей в голову жертвы. Она появляется на третьем уровне и отправляет их цель Роберта Фишера в Лимб. Кобб постепенно понимает, что проекция Молл была лишь защитой для его скорби и вины, и он позволяет Адриане убить её. Тема сложной потери получает аллегорию в лице Роберта Фишера, потому что его ведут через пять уровней скорби по смерти его собственного отца. В конце Кобб вынужден принять реальность, когда он воссоединился со своими детьми. И после этого он отпускает свою скорбь и вину. Скорее всего, не является совпадением тот факт, что Нолан потерял отца в 2009 году, поэтому, вероятно, фильм является для него очень личным. – Крис очень экспрессивный в том, что он пытается выполнить, но он висит в его собственной голове, так что мы знали, что мы должны принимать веру. Вопрос о том, упадет ли Волчок, является самым большим вопросом для всех зрителей. Волчок является тотемом Кобба, который он создал, чтобы отличать сон от реальности. Во сне он будет крутиться вечно, а в реальности однажды упадет. Для Нолана же смысл концепции заключается в том, что не важно, на каком уровне сна или реальности находится Кобб. Вот почему ему совершенно не важно, упадет его Волчок или нет. Он счастлив в том, что воссоединился со своими детьми, и эта реальность для него является той, которую он хочет. И не важно, сон это или нет. – Мы все мечтаем. Это универсальная экспертность, но очень личная. В греческой мифологии Ариадна – это юная богиня с острова Крит, которая заправляет лабиринтом. В него каждый год отправляются афиняне и приносят себя в жертву. Но она влюбляется в одну из предполагаемых жертв – в Тиссея – и помогает ему сбежать, дав ему клубок красных ниток и меч, чтобы одолеть Минотавра и найти выход из лабиринта. Ариадна изначально не только носит почти всё красное, но и помогает Коббу одолеть его внутренних демонов – ужасающих образов его погибшей жены. Некоторые фанаты теоретизировали, что Ариадну изначально нанял отец Молл – Стивен Майлз, чтобы та обнаружила, убил ли Кобб его дочь или же она покончила с собой, как он утверждает. Это бы объяснило, почему Ариадна так интересовалась историей Кобб и Молл. После того, как на него влияет утрата, она начинает чувствовать к нему симпатию и решает помочь ему сбежать в конце. Прямо как в мифах. Кобб и компания должны были погрузиться на несколько уровней в сознание Фишера, в контексте его преданности компании отца. Но в конце становится очевидно, что всё, чего хотел Фишер – это уважение родителя. Вот почему, когда отец просит его открыть сейф в больничной палате, смоделированной во сне, мы видим лишь витряную игрушку, которая напоминает Фишеру о его счастливых днях детства. Для Фишера та игрушка означает, что отец всегда дорожил в дом больше, чем показывал, а это имеет для него немаловажное значение. Фишер сам становится мужчиной и берет в своё руководство часть компании, причиняя мистеру Сайту серьёзные проблемы. Мистер Сайта не сказать, чтобы злой. Он готов пойти на многое, чтобы его компанию ждал финансовый успех, включая в прямом смысле проникновение в чужой разум и имплантирование в него мыслей. Но план Сайта имеет неприятные последствия, когда он умирает во сне и отправляется в Лимб. Коббу удается его спасти, но к тому времени Сайта уже старик. Когда они возвращаются со всех уровней сна в реальность, Сайта не радуется финансовой победе. Он становится стоиком, который поменял своё мнение после времени, проведённого в Лимбе. С помощью и Сайту, и Фишера, Нолан как бы говорит, что есть в жизни большее, чем погоня за богатством. Эту тему он хорошо раскрыл в своём следующем фильме – В тёмном рыцаре возрождение легенды. Но это не единственный фильм, на который повлияло начало. То, что было создано началом, повлияло не только на Тёмного рыцаря и на определённых его персонажей, как бы странно это ни звучало. Персонаж Джозефа Гордон Левитта изначально должен охранять своих беспомощных соратников примерно так же, как его персонаж защищает невинных детей в Тёмном рыцаре возрождения легенды. Бэйн Тома Харди тем временем как бы продолжает играть своего персонажа Имса, используя маску и невероятное насилие. Миранда и Молл в исполнении Мариан Катияр страдают от собственных убеждений, и обе, не раздумывая, пожертвуют собой ради цели, в которую верят. В итоге начало Нолана повлияло не только на его дальнейшие фильмы. Эта картина собрала 825 миллионов долларов по миру и вызвала колоссальное признание критиков, но начало создало целую волну высококонцептуальных научно-фантастических фильмов. Петля времени, исходный код, меняющий реальность, область тьмы, время, грань будущего и Люси. А потом Марвел сделали Доктора Стрэнджа, который ещё раз изогнул город на экране. Но самым очевидным и самым раздражающим влиянием фильма оказалось вот это. Композитор Ханс Циммер придумал такую музыку для экшн-сцен, что подобные тяжёлые звуки преследуют научно-фантастические блокбастеры по сей день. И да, сам Циммер согласился, что это его бесит. Он сказал Велчер, «Это просто ужасно. Это идеальный пример того, как дело зашло слишком далеко. Музыка превратилась в клише для боевиков, а когда становится много имитаций, можно запутаться. А в ответ на это мы слышим… Как только фильм «Начало» добрался до кинотеатров, поклонники спали и видели сиквел. Нолан публично высказал идею о видеоигре, которая позволит игрокам исследовать мир начала, но пока что ничего не слышно. Может быть, однажды мы и сможем погрузиться в сон и на деле понять, что это такое, изменять реальность, которую кто-то придумал.